На 1 миллиард рублей будет увеличено финансирование сельского хозяйства в Тверской области. Такое решение было принято на заседание регионального кабинета министров под руководством губернатора во вторник. В центре внимания правительства была подготовка к проведению весеннеполевых работ. Все подробности у Ирины Синягиной. В этом году финансовую помощь в агропромышленном комплексе предполагается обеспечить в объеме 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Из них 93 миллиона рублей предусмотрено на весеннеполевые работы. Сельское хозяйство является одним из ключевых направлений развития нашей национальной экономики. Результатами системной работы правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации являются высокие урожаи, которые сегодня собирают наши аграрии на территории Российской Федерации. Это рекордные урожаи последних лет и, конечно, решение ключевых вопросов по продовольственной безопасности нашей страны. Тверская область, собственно, не осталась в стороне от этой работы. По итогам прошлого года отмечен существенный рост производства картофеля, зерновых культур. Своевременное качество проведения сезонных полевых работ является залогом дальнейшего роста уверенного воспроизводства и производства продукции растеневодства в нашем Верхневолжье. Старт посевной кампании запланирован в середине апреля. Поэтому подготовка к проведению весеннеполевых работ началась уже сейчас. По прогнозам, общая площадь посевов в этом году составит около 442 тысяч гектаров. Традиционно первыми начинают работы хозяйства юго-западных территорий Тверской области. Прирост по сравнению с 2023 годом обеспечен в 11 муниципалитетах. Наибольший в Калининском округе плюс 324 гектара. Все это становится возможным благодаря мерам поддержки, которые получают аграрии. Мы получаем по гектарную поддержку, зареализованную продукцию, то есть машиностроительную технику получаем на агротехнологии. В этом году планируем еще и за элитное семеноводство получить. Это очень существенная помощь. В этом году увеличиваем практически на 50% посевную площадь по картофелю. Плюс там по капусте у нас идет увеличение. И также в планах ввести еще 200 гектар залежных земель в оборот. Остальные муниципалитеты сохранили посевные площади на уровне прошлого года. Преимущественно в регионе выращивают яровые, азимые зерновые, кормовые и технические культуры, картофель и овощи. На заседании рассмотрели вопросы наличия необходимых горюче-смазочных материалов и создания резервов, минеральных удобрений и средств защиты растений, а также закупки семян. Семена в зависимости от культуры обеспечены от 45 до 85%. Все, что нам не хватает, будет завезено из соседних областей. Это в основном Ярославская, Смоленская области. Часть семян будет завозиться с Республики Беларусь. Россельхозцентр ведет российскую базу данных семян. И мы оказываем всегда информационную поддержку всем нашим аграриям, где можно приобрести семена каких культур, каких репродукций. Губернатор поставил задачу обеспечить своевременное доведение средств господдержки до сельхозпредприятий. Среди ключевых направлений сегодня это финансовая помощь на проведение агротехнологических работ, элитное семеноводство, реализация зерна, производство молока, картофель и овощей. В прошлом году господдержку получили 254 сельхозтоваропроизводителей Тверской области. Из них 46 – льготные кредиты. При этом были увеличены объемы финансирования по ряду позиций на приобретение машиностроительной техники, элитное семеноводство, производство молока и другим. Порядка 25 заемщиков на сегодня это в тех заявках, которые мы уже направили в Минсельхоз для включения в реестр льготного кредитования. Но также мы работаем со всеми остальными заемщиками. Порядка 80 заемщиков у нас это в проработке с нашим Минсельхозом. Игорь Рудене отметил, по итогам состоявшейся накануне встречи с сельхозпроизводителями региона принято решение по увеличению объема финансирования отрасли сельского хозяйства в дополнении к предусмотренным средствам. Мы приняли решение за эти два года увеличить объемы финансирования плюсом к тому, что есть на 1 миллиард рублей для сельского хозяйства. Понимаем, что это очень важное направление для нас, это и введение в оборот земель. Но самое главное, это обновление техники, обновление основных фондов. Это компенсация затрат на рост так называемых дисперитет цен. Это когда цены входящих ресурсов, таких как ГСМ, семена, удобрения, растут быстрее, чем стоимость реализуемой продукции. Чтобы не допустить рост цен на продовольствие, мы приняли решение дополнительно просубсидировать производство сельхозпродукции нашим аграриям в этом и в следующем году. В текущем году объем поддержки будет увеличен более чем на 300 миллионов рублей. Особое внимание уделено готовности техники. Сейчас показатели по разным ее видам составляют от 81 до 97%. В 2024 году в сельскохозяйственных работах будет задействовано порядка 4000 машин и оборудования, сейлок, плугов, культиваторов. В Турской области ежегодно действует региональный штаб по подготовке организации проведения сезонных работ. В том числе в оперативном режиме штаб обеспечивает решение вопросов, возникающих у сельхозтоваропроизводителей при проведении сезонных работ.